Неима мы иные помощи Мы как раз везем помощь тем людям, которые остро в этом нуждаются. Мы везем продукты, школьные принадлежности, лекарства, все то, что остро необходимо людям. И благодаря вам они это получат. Мы едем к сироте, зовут его Александр, ему 13 лет. У нее от ни матери, ни отца. Воспитывает его бабушка. Мы везем ему помощь. Я Ахметова Наталья Николаевна. Бабушка Башко Александра. В тяжелое время остались мы вместе. Моя дочь и два внука. Перенесли эту войну очень тяжело. Дети очень боялись. Пробыли в подвале почти два месяца с лишним. Наши так называемые защитники Родины во время этого выломали нам двери. Поуносили, что нужно было. Нам с подвала не разрешали выходить. Дети очень настрадались. Сейчас в настоящее время Саша отдыхает в лагере от соцслужбы. Большое спасибо всем, что такое трудное время. Такие есть добрые люди, которые не забывают ничего. Спасибо большое. Мы сейчас едем к инвалиду детства. Он мечтает стать футболистом. Ну вот мы и везем ему футбольный мяч. Исполнить хотя бы в детстве его мечта. Я хочу быть футболистом. Мяч, кассовки и футбольная фума. Все покажу, что я тренируюсь. Так. Спасибо. Живу я одна, без мужа. Дочка в 30 лет родила внука и инвалид второй группы по психике. И внук родился с гипоксией. Бог оставил живым внука, но инвалид детства сразу. Я воспитываю без денег, без ничего. Дочку не лишала родительских прав. Просто забрала с роддома и воспитываю. Родился внук-сын. Вот той футболист. Мы приехали к семье Матвеевских, у которых двое детей, бабушка. Мама постоянно на работе, потому что в марте их папа погиб от поли снайфера во время этого конфликта. Мама сейчас вынуждена постоянно быть на работе, хочет что-то заработать. Вот они с бабушкой перебиваются. И вот мы, благодаря вам, привезли им некоторую помощь. Сначала боевых действий, дочь с семьей. И мы оказались в этой квартире. Жили все вместе. Дети сидели в погребе под обстрелами. Никуда выехать из-за состояния дедушки мы не могли. Ну а наш папа пошел в район Левченко в поисках воды. И попал под углю. После этого мы еще довольно долго сидели в подвале. А потом мне удалось детей вывезти через больницу в Сардану. Ну а теперь наша мама работает. Вынуждена работать по 10 часов на строительстве школы. И хоть нам и тяжело морально. Очень большое спасибо за всю эту и материальную поддержку, и самое главное за моральную поддержку. Спасибо всем добрым людям. Из изборки вышел шмей. Видит он сады цветы. Слышит он из квартиры. И вернула. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!